Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чём в последние дни писали и говорили в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт о Петербургском международном экономическом форуме, о скандале с главой Сбербанка Германом Грефом и о преследовании певицы Ольги Бузовой за неподобающий наряд. В Петербурге в очередной раз прошёл Международный экономический форум, по поводу которого в сети шутят, что некоторым в его названии кажется смешным слово «международный», а другим слово «экономический». С международностью в России в последние годы действительно большие проблемы. На некогда респектабельном форуме, куда приезжали главы государства Евросоюза, уже не первый год почётными гостями становятся, например, талибы, хотя в России движение «Талибан» до сих пор официально считается террористической организацией. В соцсетях по этому поводу много иронизируют. Саша Кмет. Колумбийские и мексиканские картели в недоумении и спрашивают, почему афганский наркокартель «Талибан» пригласили в Россию на экономический форум, а их нет. Логику объясняет прокремлёвский политолог Сергей Марков. Талибы на ПМЭФ вместо американцев раньше. А чё, талибы же победили американцев. Вот мы с победителями, реал политик. Особенно рад был талибам губернатор Санкт-Петербурга. Иронизирует на канале «Новой газеты в Европе» редактор этого издания Кирилл Мартынов. Вот на фоне того, что российским властям нужно по-прежнему имитировать, что они открыты миру, что есть некие дружественные страны, что в Россию якобы приходят какие-то инвесторы. Опять этот петербургский экономический форум, он накачивается вот этими идеями о том, что на самом деле, ну да, с Западом мы поссорились, с Украиной мы воюем, зато у нас есть представители разных африканских и латиноамериканских стран, с которыми, может быть, и стран Азии, с которыми мы можем всё ещё сидеть на одной сцене, и с которыми мы можем о чём-то говорить. Конечно, главный мем этого форума – это губернатор Беглов, который сказал приехавшей делегации талибов «Слава богу, что вы здесь». Вот, какого бога имел в виду Беглов, не очень понятно, но талибы – это как бы, да, вот ещё вчера террористическая организация на территории Российской Федерации, а уже сегодня все талибы в гости к нам. Пожалуйста, приезжайте, что называется, иншалла. Помимо почётных гостей из разных захудалых закоулков мира, на форум тоже по традиции в большом количестве съезжаются красивые женщины, некоторые с корыстными интересами. В этом году всех поразил новый приз курант на их услуги, комментирует блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ. В этом году особый ажиотаж на эскортниц, пишут СМИ, освещающие ПМФ. Спрос зашкаливает, и цена за встречу с красивой девушкой начинается от 700 тысяч рублей. И это несмотря на то, что экономистки с низкой социальной ответственностью съехались со всей страны. Пользуются популярностью и мужской эскорт, но там цены доступнее. Первое достижение ПМФ, помимо приезда запрещенной организации, выявлен новый экономический индикатор. Математически доказываем, что есть устойчивая корреляция. Чем громче государственные лица кричат о семейных ценностях, тем сильнее подскакивают цены на услуги сексуального досуга и растет уровень жизни шлюх. Называем его индекс духовности. Помимо ценный эскорт, форум, как обычно, поражает ценами в ресторанах и на вечеринках с платным входом, которые проходят с невероятным для воюющей страны размахом, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки. Нет, поймите меня правильно, естественно, я всегда предпочту вечеринку войне. Всегда скажу, что лучше уж, не знаю, предаваться любому разрату на вечеринке, чем брать оружие и идти убивать людей. Но в данном случае парадоксально антагонизм, который в самой же системе. Путин с одной стороны постоянно рассказывает, что он вот за российских военных и так далее, как и все эти чиновники, танцующие на ПМФе. Хотя в реальности им наплевать. Они гонят этих солдат в местные штурмы, а сами тем временем наслаждаются эскортницами по миллиону рублей. И сам Путин такой же. Не то чтобы его водили за нос, он сам большой любитель различных любовниц, построит для них дворец или пристроит в какую-нибудь фирму к своему другу. Поэтому это абсолютно вымышленный миф об этой власти, вымышленный образ этой власти, что она за какую-то там святую русь или еще чего-нибудь. Нет, она просто за бабки. И просто используют глупеньких военных для того, чтобы пролонгировать свою власть, тем временем отрываясь по полной. Чем быстрее все эти военные, все эти традиционалисты это поймут, тем скорее они смогут сделать хоть что-то для того, чтобы перестать помогать убийствам и быть убийцами. Пока за их счет путинская элита от Собчак до, я не знаю, какого-нибудь Житковского веселится на Питерском международном экономическом форуме. Весь этот праздник жизни патриотов, конечно же, расстраивает. Вот, например, что пишет провоенный блогер Руслан Ляпин на канале Рио Катюша. Идут бесконечные похороны убитых в Донецке. Вражеские дроны долетели до Северной Осетии. Макрон и США подбивают ввести войска на Украину. Но это в России. А у них... Да, мы из России. Летим в Куршавель. Мы живем красиво. Это наша цель. Мы не считаем деньги. Да, мы помпим нефть. Помпим, помпим нефть. Помпим, помпим нефть. Плясать и петь на гробах во время траура – это последняя стадия скотства здесь. И норма только у последних русских Куршавеля. Но война войной, а светская жизнь по расписанию. Много разговоров вызвало то, что на форуме впервые выступили сразу две дочери Путина, также известные как эти женщины. Кроме того, на мероприятии были замечены оба сына Михаила Фродкова, Елизавета Пескова, Ксения Шойгу, Дмитрий Патрушев, Владимир Кириенко и сын олигарха Бориса Ротенберга «Роман». Чиновники постепенно приучают нас к лицам, тех, кто унаследует у них рычаги правления, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лаев. «Дочери Путина стали являться нам назойливо часто. И понятно, что это началось не вчера, что это началось с интервью, которые пошли с такой вот раскрутки, с того, что у них появились свои программы. Это обкатка. Это обкатка следующего поколения, попытка приучить общество к тому, что они есть, что они этого достойны, и что они дальше могут унаследовать эти рули. И здесь интересно, смотрите, как всегда Чечня опережает все тренды. Мы же видим, что последние полтора месяца мы никак не понимаем, что там происходит, а там просто идет прямое наследование министерских постов от отцов к сыновьям. И мы смеемся, мы не понимаем, что это происходит, а это, как всегда, происходит просто угадывание тренда. Это очень важно. С моей точки зрения, это может достаточно далеко зайти, но я сейчас выскажу такую мысль, которую, собственно, я не смогу ничем подтвердить. И я, как бы, почти на 100% уверен, что из этого ничего не выйдет. Но я бы сказал так, что вся логика развития российской политической системы и развития клановых отношений движется в ту сторону, что самый разумный вариант сохранения статус-кво – это передача власти одному из детей Путина. На форуме выступил и сам Владимир Путин. Он пообщался с главными редакторами иностранных СМИ. Под чем модератором дискуссии выступил одиозный политолог Сергей Караганов, который уже неоднократно предлагал пустить в ход ядерное оружие. В частности, нанести им удары по Польше. Рассуждения Путина о войне стали одной из главных тем сетевых дискуссий. Николай Травкин. Самый яркий эпизод на прошедшем ПМФ 2024 – это когда модератор Сергей Караганов требует немедлить с ядерным ударом, а Владимир Путин его охолаживает, мол, следует погодить. Может, для этого форумы проводили? Кирилл Бенедиктов. Разумеется, это игра в хорошего и плохого полицейского, но хотя Путин все время оговаривается, что он очень надеется, что ничего такого не произойдет, по сути, говорят они об ударах тактическим ядерным оружием по Европе, как о вполне реальной перспективе недалекого будущего. Эти беседы опасны тем, что они нормализуют тему ядерной войны, комментирует политолог Андрей Колесников на канале «Живую гвоздь». Большая заслуга, в кавычках, естественно, наших передовых экспертов по внешней политике, это то, что разговор о ядерной войне стал легким. К повседневному его можно вести в тепломурных интерьерах, не знаю, кафе на Большой Никитской, с видом на улицу и так далее. Ядерной войной, что, собственно, ударим, и тогда все будет хорошо. Тогда мы справимся. И ровно, собственно, к этому, вокруг этого и крутился этот самый диалог, где Путин пытался выглядеть более разумным, чем Караганов, но в конце концов сказал о том, что, может быть, мы ядерную доктрину поправим. Вот, опять же, он высказывается в том смысле, что мы, с одной стороны, мы никому не угрожаем, с другой стороны, можем ударить. Но это как понимать? Есть некоторые противоречия в его риторических, как бы, так сказать, упражнениях. А на выходе получается действительно абсолютно ядерный шантаж. И, повторюсь, самое ужасное то, что для обычных людей это становится обычным разговором. Люди, которые, естественно, не помнят, что такое Карибский кризис, естественно, даже не помнят, сколько этому внимания уделялось Брежнева Леониде Личи, который прошел войну, и чего поколение прошло войну, который знает, что это такое, какой это, так сказать, кошмар, ужас. Песенка была «Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет». Сейчас мы же за эту песенку посадят, за дисквитацию российской армии, я не знаю уже, как к этому относиться. Это абсолютно другой угол зрения, другое отношение к ядерной войне. Особенно насторожил комментаторов путинский намек, что Россия может передать ядерное оружие другим врагам Запада. Максим Шевченко. Цель этого диалога очевидна. Показать готовность России к повышению уровня конфронтации с Западом и применению любого оружия. Особенно на Западе охренели, думаю, от заявлений о готовности передавать любое оружие, симметричное поставляемому Западом в Украину, легальным организациям. Легальные – это те, кого Россия считает легальными. И кто первыми приходит на ум. Ансар Аллах, Хезбалла, Хамас и в скором времени Талибан. Отличный список. От слов Путина создается ощущение, что он давно утратил связь с реальностью, пишет Константин Сонин. Выступление Путина, если в них вслушаться, приводит в ужас. Нет, это не пропаганда. Он реально выжил из ума. Он не понимает, что развязанная им война привела к десяткам тысяч смертей только мирных жителей. Что разрушены целые города в Украине. Что десятки тысяч русских солдат. Что сотни тысяч остались калеками. Погибли в боях за территории, которые скоро придется освобождать, чтобы дать возможность России вернуться в мировое сообщество. Что миллион россиян стали беженцами из-за начатой им войны и террора. Что такого количества преступлений, такого количества смертей, такого количества беженцев не было уже почти сто лет. В этом свете особенно цинично прозвучали слова Караганова. Владимир Владимирович, ваша задача – спасти мир, который катится к мировой войне. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные месяцевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В соцсетях широко разошлось видео из аэропорта города Горно-Алтайск, в котором человек, очень похожий на главу Сбера, ругается с таксистами. Издание агентства выяснилось, что самолет, на котором обычно путешествует Герман Греф, действительно улетел в Горно-Алтайск, сразу после выступления Путина на Петербургском экономическом форуме. Кроме того, человек на видео назвал таксистам свою фамилию. Блогерам не понравилось, что Греф называет себя собственником аэропорта. Николай Травкин. Вот так. Я, говорит, собственник аэропорта. Ни копейки лично не заплатил, а считает себя собственником. А вы все грабительскую приватизацию 90-х обсуждаете. Мария Певчих. Видео из цикла «Охреневшие путинские элиты». Герман Греф в аэропорту Горно-Алтайска отчитывает таксистов, пытается сорвать с одного из них очки и называет себя собственником аэропорта. Ничего не перепутал Герман Оскарович. Собственник аэропорта – Сбербанк. Где ты? Наемный менеджер. Большинство комментаторов не испытывает симпатий ни к одной из сторон дискуссии. И все-таки поведение Грефа вызывает больше нареканий. Комментирует на своем канале журналист Илья Шепелин в стриме с Андреем Захаровым. Как мы и все люди, которые хотя бы несколько раз пользовались самолетами и встречались, даже не пользуясь слугами, но с этими очень навязчивыми людьми, которые такси надо, такси надо и, в общем, тебя чуть ли не заталкивают в машину. Это такая когорта людей, которым свойственно жлобство такое. Да, и аэропортные бомбилы конкретно. И надо очень постараться, чтобы выглядеть хуже, чем они или менее симпатично. И вот у Германа Грефа это получилось, потому что уровень жлобства он показывает, как толпа этих бомбил. Может, выше, потому что они к нему на «вы» обращаются. Они не пытаются стянуть с него, я не знаю, его пола или надеть ему очки. Потому что без очков пришел. Раньше он очками пользовался, в конце концов. Могли бы, наоборот, ему как бы нацепить это, но это таг лайф. И они себя чуть лучше ведут, потому что действительно пришел какой-то хлыщ со свитой и начинают им раздавать указания. При этом это вот жлобство у Грефа, оно умножено еще и на... Ощущение безнаказанности. Ощущение. Ну вот это капризный барин приехал пороть крестьян. Греф пытался разогнать стоявших у аэропорта таксистов, потому что им не понравился их внешний вид. Сравнение с барином встречается в соцсетях очень часто. Анатолий Несмеян. По какой-то неизвестной причине Грефа считают представителем либеральной группы в российской знате. В реальности нормальный поместный феодал, люто ненавидящий разночинную сволочь, не менее чем все остальное окружение главнокомандующего с ним во главе. В Горно-Алтайске вряд ли много мест, где можно зарабатывать. И тем более самостоятельно. Люди и зарабатывают, чем и вызывают злобу правящей знати, для которой самостоятельный и независимый от нее человек это покушение на преступный умысел. На защиту Грефа хором стали государственники. Кристина Потопчик. Банк под управлением Грефа вложил в регион огромные деньги, в его инфраструктуру, программы развития и прочее. Не считая личных усилий начальника. Греф не хочет, чтобы люди в республике оставались озлобленными и полуголодными. А выстраивание новых правил как-то так и выглядит. Но на каждого из двух сотен тысяч жителей не наорешь. Можно построить заводы и курорты, но ничего болезненнее, чем слом социальных паттернов, в нашей стране нет. У кого угодно нервы сдадут. Сознание меняется именно так, как оно менялось сначала в Сочи, а потом в Крыму. Чтобы выйти на новый уровень жизни и комфорта, чтобы привыкнуть жить по-новому. Вспомните, каким был аэропорт в Симферополе в 2015 году, например, и что происходило рядом с ним. С аэропорта начинается знакомство с регионом. И ты сразу понимаешь, либо ты доедешь до нужного тебе места по фиксированной такси, либо тебе в определенный момент на пустом месте выставят тройной счет или вообще забьют и ограбят. Неожиданным образом за главу Сбера вступились и некоторые либералы. Например, оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Игрянул Грэм. Дело в том, что мы все грешные, все иногда срываемся. И все иногда ведем себя каким-то похожим образом. И пусть кто не грешен, он бросается камнями. А я не могу. Я помню, как был случай, когда покойный сын Якович Лурье, выдающийся литератор русский, в Питере он жил, и он там, в общем, ему нахамили сотрудники Сбера и что-то там не сделали и так далее. И он, разозлившись, написал Грифу. И он мне тогда говорил, что он просто так написал, понятно, что он еще сделал. Гриф не только сделал, Гриф написал ему очень достойное письмо с извинениями, искренними извинениями. Просто я знаю, что он бывает другим. Бывает вот таким, бывает другим. Поскольку я с ним знаком, то я не хочу его судить. Пускай он без меня судит. Я вообще не люблю быть судьей. Все это Грифа не оправдывает, считает блогер Илья Варламов. Таксисты стоят в этом аэропорту, как и в других, не просто так. Об этом точно знают директоры аэропорта. Об этом точно знают местные силовики. Навести порядок можно было бы за 30 минут, причем по всей России. Аэропорт все-таки режимный объект. Там различных ментов и чекистов всегда предостаточно. Проблема только в том, что весь этот такси-бизнес очень выгодный. И лишаться потока черного нала не хочется не только таксистам в шортиках, но и крышующим их силовикам. Поэтому на него и закрывают глаза не только в регионах, но и в Москве. И теперь очень хочется, чтобы Гриф с таким же подходом отчитал директора этого аэропорта или начальника местной полиции, которые, скорее всего, с этих таксистов неплохо кормятся. Тогда было бы как минимум красиво. А докапываться в окружении свита и охраны детоксистов – это ума и храбрости много не надо. Некоторые российские блогеры сообщают, что к ним уже обратились с требованием удалить посты с критикой Германа Грефа. В полном соответствии с эффектом Стрейзен, это может только подлить масло в огонь. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. Певица Ольга Бузова выступила на открытии музыкального фестиваля «ВК-фест», в наряде которой заставляет предположить, что она то ли не заметила скандала с голой вечеринкой, то ли решила, что с её патриотичной позицией ей ничего не грозит. Газета «Комсомольская правда» охарактеризовала её наряд как «кожаные трусы сада маза», хотя больше это похоже на слитный купальник, причём достаточно закрытый. Но и это по нынешним временам опасно, отмечает блогер Андрей Николин. Заметно, что она так и не успела понять, что выступать сейчас лучше не в коже и латексе, а в галифе и в гимнастёрке. Спокойнее и надёжнее. И нет, это не некий скрытый вызов власти. Это, похоже, такой интеллект. Неумение считывать очевидные правила игры. Так что с высокой вероятностью предстоят, вернее, уже начались, гневные вопли возмущённой патриотической общественности. И случится очередная показательная порка с последующими извинениями провинившейся исполнительницы. Конечно же, блюстители нравственности не могли пройти мимо очередного повода для скандала. Екатерина Мизулина моментально назвала этот концерт аналогом голой вечеринки и возмутилась тем, что Бузова выступила в таком виде 1 июня, в День защиты детей. Хотя непонятно, чем певица могла навредить детям. Иронизирует на своём канале Александр Невзоров. Но публика, разумеется, тут же мобилизовала все стукаческие свои дарования. И уже Следственный комитет России обнюхивает, экспортирует и замеряет бузовский костюмчик. Однако, я полагаю, что всё же общественная опасность почти голой Бузовой сильно преувеличена. А детям так вообще полезно смотреть на неё. Максимум ущерба, который девушка могла причинить собравшимся в парке на её концерт семьям, это косоглазие, хронический конъюнктивит. А по нынешним временам вот этот стробизм, да, это очень неплохое приобретение, которое при удачном стечении обстоятельств поможет детям когда-нибудь не оказаться в окопах. Вот Лолита, там Собчак, другие участницы голой вечеринки, там, конечно, наблюдателям за ним были обеспечены и катаракты, и отслойки сетчатки, и даже, я подозреваю, гемалакрия, кровавые слёзы. Бузова принесла извинения. В качестве оправдания она сослалась на то, что у фестиваля есть возрастные ограничения на вход и пускают на него только по билетам. Следственный комитет Башкортостана заявил, что проведёт проверку в отношении костюма Бузовой. Многие оппозиционные комментаторы певицы сочувствуют. Владимир Серебровский. Не в первый раз спрашиваю. А Следственный комитет у нас вообще хоть чем-то занимается, кроме как доносами в соцсетях? Василина Орлова. Ужас-то какой. Это какое-то возрождение совка. Там тоже страшно не любили, клеймили и шеймили стеляк. А уличённым надо было страшно каяться, посыпать голову пеплом и утверждать, что они настоящие коммунисты. Только для современного фашистского российского государства аналог коммунизма – патриотизм. Поэтому клясться верности надо не коммунизму, о родине. При этом никакой бурной реакции общественности на певиц в трусах на самом деле не видно. Борьбой за нравственность занимаются политики, которые симулируют это возмущение. Напоминает Виктор Шендерович на канале Ходорковский лайв. Как эти вопросы решаются, извините за выражение, в цивилизованной стране? Я знал, что Бузова раздевается, что поёт – не знал. Я не куплю билет на её выступление ни за полкопейки. Это касса решается. Люди придут или не придут. Если они пришли в мусульманской республике, но если им хочется посмотреть на поющую, обнажённую, полуобнажённую Бузову, дай им Бог здоровья всем. Это решается кассой. А если не придут, если будут действительно возмущены, если это народное возмущение, а не номенклатурное, но об этом узнают продюсеры Бузовой, значит, будут сорваны её выступления. Значит, возмущённый народ просто, да? Это решается так, таким образом. Как организуются народные протесты самими депутатами, мы более-менее представляем. Вопрос не в Бузовой, вопрос в механизмах. Каждый раз мы пытаемся с любого общего плана перейти хотя бы на средний. Не нравится Бузова – не смотри на неё, не слушай. Выключи телевизор – не смотри её. У неё будет меньше трафик, меньше популярность. Нравится – мы не обсуждаем сейчас вкус. У нас не худсовет. Мы не обсуждаем вкус жителей Башкортостана, которым нравится обнажённая Бузова. Я не по-мусульманской части, понимаете? Мы говорим, в свободной стране этот депутат вообще не его собачье дело. Просто не его дело, повторяю. Если людям не нравится, они не придут. Приходят, нравится – всё. Это свободное дело. Личное дело каждого. То, что с любого поворота у нас начинается защита нравства, от защиты нравственности две секунды до репрессий, и как с идиотской, но совершенно безобидной, голой вечеринки вырастает просто, так сказать, борьба за честь России, как немедленно, извините, возбуждаются все патриоты. Это свидетельство какого-то дурного инфицированного устройства нашего сегодняшнего общественно-политического. А всё остальное, повторяю, личное дело каждого, дай им Бог здоровья, что Бузовой, что её зрители. Сторонников репрессивных мер критикуют даже в патриотичных блогах. Например, в анонимном канале «Под лёд». Чаще всего под соусом общественной морали в нашей стране продвигается всякая дичь – исламизм, неосоветизм или просто откровенная шиза. И я не хочу, мягко говоря, чтобы внешний облик и образ жизни русского человека определяли всякие тётки из КПРФ и Совета шахидов. Поэтому если выбирать между голой жопой Ольги Бузовой и Советами шахидов из КПРФ, то пусть будет жопа. Интересно, что певицу в купальнике уже повсюду называют чуть ли не голой. То же самое было с голой вечеринкой, на которой на самом деле не было ни одного полностью обнажённого гостя. Но, похоже, в России устанавливаются новые стандарты допустимого обнажения на публике. И это немного пугает. О причинах этого консервативного поворота рассуждает писатель Дмитрий Быков на канале Александра Плёщева. Происходит в определённой степени бунт против женского тела. Адам Телемханов уже пообещал Дованкову объяснить, как должен выглядеть традиционный наряд. Там они пытались запретить хиджаб, никап. Там возникла целая терминологическая дискуссия. Но почему-то вид обнажённого тела действительно для этой власти смертелен. И это, хотя у нас не новости в классике, лишний раз заставляем вспомнить трагическую сказку «Голый король». Почему-то ногота их страшно пугает, особенно ногота женская. Ну, может быть, потому что она эстетичнее мужская, в общем, только репервасио их напугал своим. И мой носок со мною. Но действительно, что я ржу? Не смешно же нихрена. Но почему-то всякая власть боится голых женщин. И я могу догадаться, почему. Наверное, потому что голая женщина вызывает у человека, по крайней мере, у мужчины, вызывает естественные чувства. А для этой власти нет ничего страшнее, чем естественные чувства. Её главная задача – заставить всех испытывать чувства противоестественных. Госсобрание Башкортостана уже внесло в Госдуму законопроект о дресс-коде для музыкантов, танцоров и певцов. Депутаты предлагают запретить артистам создавать на сцене, цитата, «непристойные и оскорбительные образы», а также употреблять до и во время выступления алкоголь и наркотики. Список разрешённых нарядов пытается представить себе блогер Анатолий Несмеян. Вообще, Министерство культуры должно разработать директиву о сценических костюмах для выступающих артистов, чтобы в них присутствовали традиции и не оскорбляющий ничей взор вид. Лапти, кокошники, капуста в бороде – 95% тела должно быть наглухо закрыто от жадных взоров, после чего перейти к требованиям к репертуару. Кстати, нужно установить процент патриотических песен, за недобор которых накладывать штрафы. Тут главное начать, а пространство для улучшений практически безбрежно. А в блогах предлагают в качестве наказания выдать Ольгу Бузову и Анастасию Ивлееву за авторитетных лидеров движения «Талибан». С вами была Аля Пономарёва и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Подписываться на нас или комментировать нас я больше не предлагаю, но слушать нас и советовать нас друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok